Добрый день! У меня в руках смартфон Lenovo Ideafon P700i. Это бюджетный девайс. Он стоит чуть меньше 9000 и вроде как аппаратная платформа на нем тоже не самая мощная. Это двухъядерный процессор МТК, работающий на частоте 1 ГГц. Здесь всего 512 мегабайт оперативки. Тем не менее, мне кажется, что этот смартфон интересен той степенью оптимизации программного обеспечения, а здесь установлен Android Ice Cream Sandwich 4.0.4, которая здесь достигнута. Потому что при той аппаратной начинке, которая есть у этого смартфона, работает он просто великолепно. И, собственно, это я сейчас и хочу продемонстрировать на примере запуска на нем нескольких, может быть, не самых тяжелых, но и не самых простых и легких игрушек. Ну, предлагаю начать с классики Angry Birds, Star Wars. Еще один основательный плюс этого смартфона, имеющий непосредственно отношение к играм, мне хотелось бы отметить, это дисплей. Дисплей здесь диагональю 4 дюйма и разрешением абсолютно классическим для 4-дюймового дисплея 480 на 800. Изготовлен дисплей по IPS технологии и обладает, на мой взгляд, одними из лучших, достойных совершенно флагманских моделей углами обзоров. Вот, судите сами. Вот углы обзора. Для аппарата, который стоит 9000, это на самом деле не просто редкость, а уникальный случай, я бы сказал. Ну, вот так происходит игра Angry Birds. Динамик здесь очень громкий. Ну. Собственно, вы сами все видите. С Angry Birds в этом нету на самом деле ничего удивительного, у нас с Angry Birds все происходит крайне гладко и быстро. Сворачиваем Angry Birds, закрывать не будем и поиграем немного в теннис. Видите, насколько яркие хорошие цвета у дисплея. Дисплей в этом смартфоне просто прекрасен и вообще, на мой взгляд, несмотря на свою вроде как не самую мощную аппаратную начинку, мне кажется, этот девайс крайне рекомендован для тех, кому нужен просто смартфон на андроиде с хорошим дисплеем, с очень хорошо оптимизированной программной платформой, что позволит играть в игрушки, браузить по интернету, сидеть в соцсетях. Вот для всего этого, этот смартфон, читать книжки опять-таки, слушать музыку, да и видео смотреть, хотя видео, ну, с другой стороны, HD-видео смотреть, 720p-видео смотреть при разрешении 800 на 480 достаточно странно, но если вам нормально смотреть видео с разрешением 480, то абсолютно нормальный вариант. Хотя, конечно, все-таки для просмотра фильмов лучше бы обзавестись планшетом. Ай! Ну, в общем, доиграем этот сет. Тоже сворачиваем теннис, закрывать игры не будем. Здесь все очень хорошо работает, даже при большом количестве свернутых приложений. Открываем Hero's Call. Игрушка относительно новая, с такой не самой навороченной, но тем не менее с графикой прорисованной. Некоторое подобие Диабло. Герой ходит, мочит всяких монстров неприятных и собирает золото, обменивает его на снаряжение и так далее. Я эту игрушку запускал одновременно на этом смартфоне и на Nexus 7. И надо сказать, что Nexus 7 выиграл у идиофона P700i буквально 2 секунды. Это в плане загрузки игры. Что же касается самой игры, плавности работы всей графики, то вы сами посмотрите. С Nexus 7 сравнивать я не буду. Просто посмотрите, насколько здесь это все происходит и судите, собственно, сами. Это все происходит. так надо собрать всякие горшочки со всякими вот видите никаких подрагиваний ничего все очень плавно происходит а все видно как вы видите золото все элементы прорисовываются ну во всяком случае на планшете они прорисовываются ничуть не хуже ну ладно в общем будем считать эту игрушку мы тоже рассмотрели свернем ее ведь насколько плавно несмотря на три свернутой игры даже 4 этот триггер у меня оказывается открыт вот насколько плавно работает интерфейс можно позвонить можно почитать куклу ривер как он меня не залоги ну сейчас он будет нет подгрузился здесь кастомизированы интерфейс практически но не всех приложений но основных приложений интерфейс кастомизирован вообще android ice cream sandwich слегка кастомизирован но очень приятно и так теперь и всем вот этом открытом хозяйстве поиграем другую достаточно графичную игру и тяжелую но относительно не самую но тем не менее игрушка это я думаю всем хорошо известно в нее в конце прошлого года отыграл практически любой обладатель айфона и android смартфона поэтому собственно я и показываю такие игры которые известны всем а 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 ну в общем замочили меня могу поиграть еще раз думаю в принципе вы убедились в том что с с игрушками никаких проблем на этом смартфоне хотя здесь не четырех ядерный а двух ядерный процессор с игрушками никаких проблем здесь нет а вот такой вот смартфон а а с двумя очень хорошими и основательными плюсами это очень хороший дисплей и очень хорошая аппаратная платформа ну и кастомизированный крайне оптимально кастомизированный под эту аппаратную платформу android ну и безусловно еще очень большой плюс это а крайне емкий двух с половиной тысячный аккумулятор а минусы у этого аппарата тоже безусловно есть потому что ну вы спросите такой хороший смартфон почему же он стоит 9000 минусы у этого смартфона есть на мой взгляд в первую очередь минус эта эргономика потому что материал задней крышки лично мне совсем не понравился это пластик самый обычный который хочется назвать пластмассой а в то же время у lenovo есть простые использованные в других продуктах великолепного soft touch пластика почему он не был использован здесь не знаю неужели он настолько дороже чем вот такая пластмасска вот и другой основательный минус этого смартфона это камера камера здесь 5 мегапиксельная видео снимает с максимальным разрешением 720p частота вроде как 30 кадров хотя по самому видеотреку записанному снятому не скажешь что на нем что в нем частота кадров 30 потому что но видео явно подрагивает что касается фото то ну как для фотографирования каких-то функциональных вещей камера подойдет вполне что касается какой-то художественной фотографии рассчитывать на нее не стоит если говорить о каких-то плюсах камеры пытаться их найти то что к таковым наверное имеет смысл отнести крайне маленькое фокусное расстояние то есть камера фокусируется давайте вот для примера возьмем зажигалку камера фокусируется есть физическая кнопка камеры но кстати сказать физическая кнопка работает только при включенном интерфейсе вот если мы если я выключу сейчас смартфон и попытаюсь нажать на камеру то смартфон не разблокируется если же я включу смартфон то камера сейчас он включился на камере но не суть можем свернуть камеру данного нажать вот фокусируется очень-очень близко то есть вот буквально вы видите ну я не знаю сантиметра три наверное расстояние объектива от зажигалки тем не менее он фокусируется вот смотрите вот я уже практически поднес вот здесь уже не хватает ну для инстаграма наверное подойдет хотя для инстаграма тоже наверное лучше иногда чтобы камера была лучше но опять-таки повторяю главное достоинство этого смартфона на мой взгляд в той идеальной совершенно оптимизации андроида под аппаратную платформу которая здесь присутствует потому что поверить в то что здесь в этом смартфоне всего 512 мегабайт оперативки честно говоря по работе игрушек по работе интерфейса ну практически невозможно я видел не один смартфон в котором андроид андроид фон в котором гигабайт оперативки и они были куда более тормоз здесь как вы видите никаких тормозов в интерфейсе не наблюдается и вообще в работе тоже вот так что всячески рекомендую тем кому нужен просто смартфон и вообще рекомендую обратить на внимание на идеофоны идеофоны от леново потому что на мой взгляд несмотря на то что бренд этот неизвестный как бы на смартфонном рынке на компьютерном на ноутбучном рынке компьютер леново я думаю узнают все потому что это в прошлом году леново стала поставщиком компьютеров номер один в мире то есть это компания которая продает больше всего компьютеров в мире а что касается смартфонного рынка то она по большей частью известна только в китае вот теперь выходит на рынок международный и на мой взгляд обратить внимание на продукцию смартфонную продукцию безусловно стоит потому что вот этот крайне простой бюджетный андроид фон впечатляет своими действительно выдающимися для такой аппаратной начинки качествами ну вот пожалуй все что я хотел сказать во всем остальном это просто просто смартфон я назвал бы этот аппарат это устройство именно таким образом про андроид рассказывать наверное не имеет смысла вот спасибо спасибо